Брестские тепловые сети – одно из структурных предприятий Брестэнерго. Стоит сказать, что именно это учреждение является непосредственным поставщиком тепла и горячей воды в многоэтажке областного центра. И вчера и сегодня люди вышли на работу. Смены укомплектованы полностью и продолжают выполнять порученные им задания. Сейчас, в первую очередь, это наблюдение за эффективностью работы теплоисточников, чтобы перебоев с теплом в эту промозглую осеннюю погоду в городе не было. Энергетика у нас такая отрасль, что остановить что-то практически невозможно. То есть все люди должны работать, все люди должны получать электроэнергию, тепло. И если мы что-то остановимся, значит останавливается и больница, и водоканал тот же самый останавливается, будет без воды. Поэтому наше предприятие работает в штатном режиме. Мы обеспечиваем всех нормальной температурой горячей воды. Есть утвержденный горосполком график температуры, который мы на теплоисточниках выдаем. И, соответственно, мы его выдерживаем, работают. Все люди у нас на рабочих местах по ковиду. У нас сейчас нет заболевших, все работают. Нет людей, которые отсутствуют по невыжительным причинам. То есть все вышли, все нормально, в нормальных условиях мы работаем. Аналогичный ответ дают представители газовой службы. Свою трудовую неделю сотрудники Бреста Булгаза начали, как и положено, в понедельник. И в эти часы они продолжают полноценно работать. Причем как в центральном аппарате, так и комплексная служба на местах. В штатном режиме. И полноценно отработала целый день. Среди коллег все были на месте. Не увидела никаких посторонних, таких лишних эмоций. То есть все, ну, во всяком случае, своих подчиненных, работников своего сектора. Все работали на местах, спокойно выполняли свои ежедневные обязанности. Все сотрудники на месте, кроме тех, кто в отпуске или заболел. Все работают как обычно. Да и вообще не должны люди из таких служб, как наша, не выходить на работу. Бреста Булгаз имеет достаточно разветвленную структуру. Это сделано для того, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся обстановку. В телеграм-каналах появилась информация, чтобы Бреста Булгаз долучился до страйка. Конечно, эта информация – это фейк. Потому что, ну, Бреста Булгаз – это, в общем-то, предприятие, которое работает на опасных производственных объектах с опасным веществом. С природным и сжиженным газом. Поэтому где-то нарушения в режиме газоснабжения и, тем более, где-то утечки могут привести к тяжелым последствиям. К пожарам, взрывам, не дай бог, конечно. И остановка наших предприятий, наших предприятий территориально расположенных по всей области, в каждом районе – это, конечно, недопустимо. Потому что, ну, представьте такую ситуацию. Звонят на аварийную Горгаза 104, а там диспетчер отвечает – перезвоните завтра, мы сегодня бастуем. К чему это может привести? Я может, повторюсь, это может привести и к взрыву, и к пожару. Поэтому наши люди, а это трехтысячный коллектив Бреста-Булгаза, они с ответственностью относятся к своей социальной роли, и поэтому наши все предприятия работают в штатном режиме. На предприятиях рабочие трудятся бесперебойно, также проходят учебный процесс в вузах областного центра. По словам проректора по воспитательной работе Пушкинского университета, молодые люди заняты учебной деятельностью на 100%. В университете обстановка спокойная, образовательный процесс идет в штатном режиме. В нашем университете студенты не бастуют. Студенты занимаются учебной деятельностью, они усердно учатся, они занимаются научной деятельностью, и, конечно, они вовлечены в конструктивные формы досуга. Они занимаются волонтерской деятельностью, они готовятся к празднованию 75-летия университета. У нас это праздничная неделя. Ну и, конечно, студенты, для них сейчас осенью тоже один есть важный момент, это конкурс творчества студентов, арт-сессия 2020. Они активно к этому готовятся. Времени для волнения у студентов нет. Такого мнения придерживаются представители учащейся молодежи. У нас студенты, они все умные, и они все занимаются только учебной деятельностью, также они занимаются организацией каких-то мероприятий. У нас вот скоро мероприятия очень масштабные, это 75 лет нашему университету, и у них есть чем заняться. Тем более я на своем факультете, я даю очень много обязанностей, и у меня на факультете все заняты работой. В Брестском государственном техническом университете, по словам проректора по воспитательной работе, тоже все под контролем. Несмотря на то, что здесь есть студенты с альтернативной точкой зрения, для сглаживания острых углов конфликта организуются диалоговые площадки. Диалог у нас ведется постоянно со студентами, он начинается от куратора первого курса, потом на уровне деканата, потом на уровне проректора по воспитательной работе, на уровне отдела воспитательной работы с молодежью. В общежитиях постоянно разговариваем со студентами, приглашаем из разных структур представителей, из отделов внутренних дел, из прокуратуры были представители. Насколько можем, настолько мы объясняем ситуацию для студентов, что учебный процесс остается учебным процессом, и все университеты должны работать в том режиме, в котором они должны работать. Вечер понедельника был также спокойным и тихим. Что будет дальше, покажет время.